Я расскажу вам, как работает двухшнековая соковыжималка прямого холодного отжима. Устройство данной соковыжималки довольно простое. Здесь внутри два шнека из специфической стали, которые определенным образом соединяются и вставляются сюда. Чтобы было легче, можно порезать морковку. Например, я делаю иногда так, если такая большая получается. Вот так. Вот такие вот дольки. Практически не требует никакого усилия. Таким образом, любой твердый малыш, фрукт, совершенно спокойно отжимается сок. Получается практически сухой шлых. Вот за несколько минут мы с вами нажимаем такого прекрасного морковного сока. Следующее. Покажу вам, как будет делаться сок из зелени. Сныть. Всеми забытый, несправедливо забытый продукт нашей драгоценной природы. Это сныть, который растет на каждом участке. Все считают ее сорняк, скашивают. Многие не знают, как она выглядит. Обратите внимание, вот такой вот листочек. Очень полезный продукт. Почитайте о нем и посмотрите. Чтобы бросать его нельзя. Но единственный в своем роде прибор, который может получить сок из зелени, Это двухшнековая соковыжималка. Зазор между ними одна десятая миллиметра, что и позволяет выжать из этого растения, из любого зеленого растения, именно сок. Все очень просто. Дальше мы продолжаем с вами. Я взял здесь, так сказать, для разнообразия, Немножко щавеля, Сильдерей. Получили зеленый сок из растений. Здесь у нас набор сныть, Шпинат, Щавель, Сильдерей. Можете также совершенно спокойно. Укроп, петрушка и любая другая зелень. Получается зеленый сок. Выпить этот сок желательно в первые 15 минут свежим. Или же поставить в холодильник, Где он будет храниться до трех суток. Если вы собираетесь делать заготовки на зиму, То рекомендую приобрести вот такие слофановые пакетики для хранения для льда. Залить при помощи воротки этот выжатый сок сюда. И в морозильную камеру. Рассчитать можно таким образом. Два-три кубика в день на человека с утра, на ночах. Сколько зимних дней у вас рассчитать, пока сроки опять не появится. Или зеленка не появится на ваших садах, огородах. И таким образом делать заготовку себе на зиму. Очень полезно, я вам рекомендую это делать. И еще один очень важный и, на мой взгляд, интересный момент. Это получение свежевыжатого сока из граната. Сейчас я вам покажу технологию, как получить зернышки отсюда. Берем гранат, по экватору режем его, где-то до полсантиметра прорезочку аккуратно. По экватору вот так вот. Далее аккуратненько разламываем. Берем колотушку, кладем гранат вот так на ладонь, пальчики расставлены. И вот так сверху колотушкой можно ложкой и можно чем уходить, аккуратно накручиваем, вступиваете в данную половиночку. Сейчас на сезон гранатик, у меня попался мелкий, но вы видите, чисто. Когда гранат покрупнее, получается гораздо быстрее и интереснее, больше выход. Итак, мы получили зерна из трех гранатов. Зерен гранатов. Получение сока из зерен гранатов для меня самое приятное занятие. Причем, потому что получается прекрасный живой сок, штреки давят и косточки. А как известно, в косточках все самое полезное. Получается густой, баскетистый, насыщенный и очень вкусный, поверьте мне, гранатовый сок. Итак, 300 миллилитров сока из полукилограмма гранатов. Мы получили три прекрасных сока из граната, из зелени и из морковки. Также при помощи этой соковыжималки можно получить сок из бобовых, из зерен кунжута, получить пищечное молочко из наростов. Помимо основных насадок имеется ряд дополнительных насадок. Короткие штреки, которые позволяют отделить косточки, не давя их, зерки, а также другие насадки для ваших экспериментов в получении вкусных, полезных соков. Всего вам доброго! Будьте здоровы!